Здарова народ, с вами Кит, и сегодня я хотел бы вам продемонстрировать обновление одной из самых популярных сборок, которая у меня выходила. Та сборка была посвящена модификации Анадомини, как раз когда туда добавили еще Русов. В этой обновленной версии также будет более 30 модов, но часть из этих модов, по большей части мелких, конечно же, была заменена в связи с тем, что они не обновились. Но, тем не менее, я добавил еще кое-каких других небольших, но все же весьма интересных модов для того, чтобы разнообразить ваш геймплей. Итак, давайте посмотрим, что же в этой сборочке у нас с вами присутствует. Что ж, начнем как бы с основной модификации. Это, естественно, у нас с вами обновленная версия Анадомини, которая добавляет все новые фракции, которые вышли с тех времен. То есть, помимо Русов, которые у нас здесь с вами были и тогда, добавляется еще непосредственно у нас с вами фракция Сами, которая у нас с вами представляется собой, как бы, Финляндию. Также добавилась еще одна фракция, по сути, у нас с вами вот это вот Персы. Естественно, здесь у нас с вами остались, конечно же, крестоносцы, которые были и тогда, куда же без них. И дополнительно к ним добавился еще Тевтонский орден, который занимает вот здесь вот 4 города. Тевтонцы, в принципе, очень похожи у нас с вами на тех же крестоносцев. Разница в том, что здесь значительно более богатое дерево войск, прям очень-очень огромное, так что ими даже, наверное, поинтереснее будет играть. Плюс ко всему, они располагаются у нас с вами в Европе, поэтому движника здесь будет значительно больше, чем у тех же крестоносцев, например. Это довольно-таки полезно. Ну и, конечно же, есть куча других фракций, за которые вы можете без особых проблем поиграть или с которыми можете посражаться. Также, естественно, здесь реализованы своеобразные морские порты, через которые вы можете за небольшую сумму перемещаться. Правда, чем больше у вас войск в отряде или же в армии, тем дороже будут стоить эти перемещения. Ну и, конечно же, здесь есть свободные морские перемещения, для реализации которых вам необходимо зайти в любой порт, ну и, соответственно, купить корабль для своего боевого отряда. Правда, там, конечно же, есть лимиты на максимум войск, которые у вас могут быть для того, чтобы, ну и, соответственно, кататься свободно себе по морским просторам этого мода. Следующая модификация называется Education, как и понятно из названия, это у нас с вами модификация, посвященная обучению. То есть теперь можем читать книги, изучать различные свитки, обучаться у различных учителей, но перед этим нужно самое главное – научиться читать. А сделаться сможет лишь персонаж, у которого интеллект 3 или выше. Естественно, читать книги, обучаться сможет не только ваш персонаж, но и ваша семья, и ваши спутники. Самый прокачанный персонаж в той или иной сфере будет обучать других членов вашего отряда, хоть и немного медленно. Различные учителя и продавцы книг будут разбросаны по всей карте, но не будут телепортироваться туда-сюда, как, допустим, спутники, а они будут перемещаться. Также благодаря этой модификации вы сможете изучить новые детали для оружия у кузнецов или же оружейников. В общем, весьма глобальный мод, который добавляет утраченную механику из варбанда по обучению наших с вами персонажей, что весьма круто. Дипломатия же одна из старинных модификаций для второго маунта. Она позволяет создавать повстанческие фракции внутри одного королевства для того, чтобы восстать против своего лорда. Добавляет такую тему, как усталость от войны, чтобы войны не длились бесконечно, пакты о ненападении и, конечно же, альянсы с другими государствами против общего врага. Но, к сожалению, альянсы работают не так, как хотелось бы. И вот как раз-таки здесь нам поможет модификация Declaim War Together. То есть, благодаря этой модификации вам не нужно будет, как в дипломатии, набирать определенные очки и, типа, нравится королю соседнего государства. Здесь вы сможете просто с ним поговорить, возможно, немножечко ему доплатить и объявить вместе с ним войну какому-нибудь третьему государству. Improved Garrisons тоже весьма классный и полезный мод. Опять же, полезен он скорее в середине и конце игры, когда у вас уже появляется несколько собственных поселений и вам лень или просто некогда следить за своими гарнизонами. То есть, благодаря этой модификации вы сможете очень тонко настроить пополнение гарнизона для ваших поселений, плюс также его дополнительную прокачку, плюс еще дополнительно назначить каких-нибудь караульных, которые будут защищать ваши деревни условно от бандитов. В общем, крайне полезный мод для того, чтобы не беспокоиться о безопасности своих поселений. Теперь давайте с вами поговорим о модификации Форбери, которая добавляет нам с вами возможность криминала и взаимодействия с различными преступными группировками. Первое, что у нас с вами есть, это, конечно же, криминал, которому нам с вами дает доступ эта модификация. То есть, можем зайти в любой город и, соответственно, начать заниматься всяким лохотроном, воровством и прочей фигней для того, чтобы заручиться поддержкой и вообще хорошими отношениями с местным криминальным авторитетом. В нашем случае это Мелинд Свинчатка. Как только мы заручимся ее поддержкой, сможем пройти ее испытания, то есть, по факту, подраться с ней один на один и затем уже выбрать, как же мы дальше будем с ней взаимодействовать. То есть, мы станем ее, скажем так, криминальным партнером и будем получать из этого дела пассивный доход, либо сможем основать здесь свою криминальную империю. Ну и, соответственно, у вас появится что-то вроде собственного преступного синдиката. Сможете здесь заниматься контрабандой, построить игорный дом, бордель, сможете через какое-то время даже заниматься всякими подлянками другим различным кланам. Ну, естественно, конечно, шанс на все это мероприятие у вас будет расти в зависимости от специалиста по всем этим мероприятиям, которые вы поставите. Плюс ко всему, насколько широка ваша преступная сеть в городах, которые принадлежат, ну или вообще где существует этот клан. В общем, много подводных камней, но, тем не менее, свою преступную империю основать благодаря этому моду можно. Следующей модификацией у нас с вами будет реалистик батл мод. Этот мод делает бои более реалистичными, ну что логично. Броня и урон переработаны, оружие атакует быстрее, юниты больше парируют и блокируют. Урон от снарядов основан на кинетической энергии, а также симуляции на основе веса снаряда. Тактика искусственного интеллекта улучшилась и многое-многое другое, на чем вообще завязаны как таковые боевые действия. Это, наверное, одна из самых старинных и глобальных модификаций по изменению боевой системы игры. Модификация GSS Banners до безобразия проста. Она добавляет кучу дополнительных баннеров из различных вселенных. Здесь Игра Престолов и Вархаммера и куча каких-то исторических баннеров и, конечно же, вагон цветов для того, чтобы эти баннеры можно было максимально под себя кастомизировать. Не особо масштабный мод, но весьма приятный, особенно для тех, кому сильно приелись ванильные баннеры. Модификация Remove Fog of War. На самом деле простая, но очень полезная модификация. Банально потому, что она убирает туман войны, который у нас с вами появился примерно полгода-год назад. То есть теперь вам не нужно бегать по всей карте, искать всех спутников, изучать их, а к тому моменту, скорее всего, всех этих спутников у вас заберут. Лидеры других кланов. Здесь будет сходу вам все известно, как в старых версиях маунта. Модификация, безусловно, не для всех, но мне лично этот туман войны всегда был как кость в горле. Так что эта модификация, безусловно, большинству из вас будет полезна. Также в сборочке присутствует еще несколько небольших, но в то же время очень полезных модификаций. Это у нас с вами Rise of Torch, Rise of Banner и, соответственно, Banner Fix. Баннер Fix здесь никак не фигурирует, он просто-напросто позволяет предыдущим двум модам работать. Rise of Banner добавляет больше баннеров непосредственно вашим солдатам, чтобы они их таскали, чтобы все это было красивее и так далее. Ну а Rise of Torch добавляет непосредственно нам с вами факелы во время ночных битв, чтобы все эти битвы, во-первых, выглядели более логичными, а во-вторых, банально, чтобы было просто-напросто лучше и видно во время ночных битв, потому что ночные битвы это, простите, выколи мне глаз в маунте. Ну а теперь все это мероприятие будет происходить более интересненько и логично. То есть вот таких вот два довольно полезных мода. Следующая модификация называется More Hero Interaction, то есть большее взаимодействие непосредственно с героями, но по большей части с вашим кланом, как я понял, по данной модификации. То есть она позволяет дарить подарки членам вашего клана, устраивать браки между членами вашего клана. Странников можно... Некоторые странники будут проситься к вам в клан с небольшим шансом каждый раз, когда вы заходите в город, где эти странники как раз-таки есть. Также вы можете сделать своих спутников членами вашей семьи, что, кстати, весьма неплохо, чтобы избежать максимума ваших спутников. Ну и также вы можете отказаться от детей, соответственно, понизив их в должности, они станут как бы вашими спутниками, которых потом вообще можно выгнать, так сказать, на вольные хлеба. Небольшая, но все же весьма интересная модификация. Следующая модификация является моей любимой, называется она RTS Camera. Думаю, постоянно зрители моего канала с ней знакомы. Довольно отличная модификация, предоставляющая небольшой, но очень важный пласт функций. Во-первых, во время боя вы можете всегда изменить скорость этого самого сражения. Все это настраивается в менюшке данного мода, нажимая клавишу L английскую. Здесь у вас есть менюшки. Да, есть и читы, но ими я обычно не пользуюсь. В общем, самое главное, здесь вы можете ускорять и замедлять время в зависимости от этого ползунка именно во время боя. То есть можете играть в слоу-мо, можете играть очень быстро. Это, кстати, крайне полезно, когда очень много метров от вашего респауна и респауна противников. Также есть такая функция, как, во-первых, это у нас с вами остановка времени полная, чтобы оценить ситуацию. Не скажу, что самая нужная функция, но тем не менее. И также, да, отключение интерфейса, конечно, для офигенных скриншотов тоже важная тема. Ну и последнее, наверное, это, конечно же, ну, судя по названию, свободная камера. На самом деле, не последняя, но да ладно. Свободная камера, позволяющая как раз-таки делать такие вот бомбезные скриншоты, ну или просто полетать, посмотреть, что же находится, допустим, в этом городе, чтобы в самом этом городе не пришлось его полностью оббегать и так далее, что весьма неудобно. Ну вот, и последняя, все-таки, функция тоже весьма-весьма важная на мой момент. Сейчас найду эту долбанную кнопку. Вот, очень крутая функция, которая позволяет после того, как нокаутируют вашего персонажа во время битвы, переключаться на одного из как раз-таки своих солдат. Если спутников переключиться сначала на него, если нету, то можно будет переключиться на одного как раз-таки из ваших солдат. Вот, все это, естественно, настраивается как раз-таки в менюшке, которую я вам уже показывал. То есть вот здесь вы можете выбрать параметры управления и выбрать, типа, автопереключение на другого солдата, то есть не нужно будет даже ничего не нажимать, автоматом вас на кого-то переключить. Выберите на кого, там, на спутника, на солдата, на кавалериста, какого-нибудь, на пешку и так далее. В общем, куча вариантов, и вы можете на спокойных щах играть, как-то не беспокоясь за жизнь своего лорда, спокойно играть в свое удовольствие, потому что вы будете знать, что в случае чего вы можете начать контролировать одного из своих солдат, и, естественно, этим самым солдатом или спутником продолжить бой дальше. Дизмембермент плюс одна из моих любимых модификаций, хоть и весьма небольших. У нее есть всего лишь одна задача, но весьма важная. Она добавляет в игру расчленение, то есть вы, благодаря своему режущему оружию, сможете отсекать различные конечности вражеским солдатам, лордам и так далее. В общем, сможете развлекаться на всю катушку, это действительно добавляет атмосферы к средневековью. А вот этот мод я крайне рекомендую для не сильно затяженных игровых сессий, то есть когда вы играете в свое прохождение менее 10 игровых лет. Суть модификации довольно проста, ваши дети будут расти буквально как на дрожжах. Всего лишь один или два игровых года, и ваши дети смогут из маленьких ползающих младенцев превратиться в весьма боеспособных воинов, либо же умелых губернаторов. Следующая же модификация под названием «Больше рейдов» предоставляет вам уникальную возможность грабить и убивать всех подряд, начиная с женщины и заканчивая, конечно же, детьми. Начать все это мероприятие весьма просто, можете зайти в любую деревню, начать там кипиш, и сходу на вас ополчится вся деревня, которую вам нужно будет изничтожить. Из плюсов, конечно же, ваша братва, ваш отряд, вскоре тоже появится в деревне и сможет вам помочь, вы там можете заняться их расставлением, в общем, как в обычной битве. Но имейте в виду, что вместе с вашими пацанами подойдет еще и ополчение этой самой деревни, и спокойно может успеть дать вам втык до того, как подойдут ваши ребятки. В принципе, аналогичную историю можно провернуть, безусловно, в любом из городов. Но опять же, есть небольшая проблема. Здесь, помимо ополчения и гарнизона данного города, хоть и в небольшом количестве, присоединятся к атакующим вас людям еще и местные ремесленники и некоторые жители города, у которых под руками есть какое-то оружие. Поэтому будьте крайне осторожными. Но таким способом вы, безусловно, можете подчистить ряды защитников данного поселения перед тем, как его непосредственно захватить. Также еще одной интересной возможностью данного мода является атака караванов под черным флагом. То есть, если у вас неплохо так вкачано мошенничество, количество людей в вашем отряде менее 45 человек, у вас есть шанс атаковать его под черным флагом. Суть заключается в том, что, в принципе, это обычная атака на караван, но как только вы всех перебьете и захватите их товар, у вас не будет штрафа к отношениям с владельцем данного каравана. Это довольно небольшой, но все же приятный бонус к ограблениям. Еще одна маленькая модификация называется True Town Golds, то есть истинное золото города. Суть ее заключается в том, что чем больше благосостояние города, тем больше будет увеличиваться его капитал со временем. То есть, да, изначально, когда вы начнете игру, самый-самый первый день, золота у городов будет, в принципе, не особо много, но, с другой стороны, в первое время вам и не важно, сколько у них золота. Но, со временем, как обычно и бывает, у городов количество золота начинает увеличиваться в зависимости от их благосостояния. И здесь этот коэффициент, благодаря как раз-таки этому моду True Town Golds, вы можете увеличить. То есть, здесь и написано, типа, какое соотношение благосостояния будет перетекать в золото. Типа, изначально здесь стоит коэффициент 10, но я поставил соточку для того, чтобы золота было прям вот дофигища в города, для того, чтобы где-нибудь в середине игры спокойно можно было бы сотни тысяч получать с городов, когда вы продаете им какое-нибудь снаряжение, которое вы, допустим, получили после битв. Небольшая модификация, но весьма важная. Что ж, теперь давайте перейдем непосредственно к технической стороне вопроса. Конечно же, вам нужно для начала все это мероприятие скачать. И вне зависимости от того, где вы все это будете качать, на Нексусе, в мастерской Стима или с моего Бусти, ссылочка на который будет в описании, вам нужно сделать несколько технических моментов для того, чтобы сборка работала как надо. Не для всех, конечно, это обязательно, но не факт, что именно вы будете тем счастливчиком, у которого проблем с этим не будет. Так что лучше все это сделайте, и данные мероприятия подойдут вообще для любых сборок, для любых модов, то есть разок это сделаете, и все у вас будет шоколад. Во-первых, конечно же, архивы, то есть скачивать вы будете моды по отдельности, каждый будет в отдельном архиве, либо же скачаете мой сборочку полностью с Бусти, и там будет всего лишь один архив, где будут выложены все моды. Не суть важно. Главное, что такой архив нужно для начала разблокировать, то есть нажимаем свойства такого архива, и появляется вот такая вот плашечка. Разблокировать. Если ее нету, то значит у вас все отлично, и ничего вам делать не нужно. Но если она есть, нажимаем разблокировать, ставим галочку, нажимаем применить, и это мероприятие исчезает. Отлично. Первый пункт у нас с вами выполнен. Второй у нас с вами завязан непосредственно на видеокарте. Я не знаю, как там у Радуонов, но у Nvidia все довольно-таки просто. То есть заходим вот сюда, в регулирование настройок изображения, и ставим вот здесь вот производительность. Это довольно важно. Также необходимо зайти в настройки производительности своей игры, и ресурс на загрузку текстур также выставить на максимум. Это все делаем перед тем, как запустить сбор. В идеале еще можно, конечно, добавить файл подкачки на диск, где у вас установлена игра, но показать я это не смогу, потому что это весьма долго. Найдете, как это сделать в гугле. Итак, что ж, все эти мероприятия мы с вами провели. Дальше нам с вами необходимо, естественно, архив, который мы скачали, открыть и просто-напросто, ну, представим, что это у нас архив с модами, так или иначе, и все это потихонечку вот так вот перетаскиваете в свою папку Modulis. И все. Все, у вас куча модов, все закинуто в папку Modulis. Далее открываете свой лаунчер, и вам нужно, естественно, все это мероприятие расставить. Итак, сейчас объясню базовые, так сказать, условия расстановки модов, по крайней мере, для данной сборочки. Сверху всегда у любой сборки будут вот эти вот 4 мода, Гармония, Бутерлип, Экстендер и Mod Configuration меню. Далее идут основные модули самой игры, они есть всегда и у всех, от натива до вот этих вот опций. Это все стандартно, это мы вообще никогда не трогаем. Дальше уже в зависимости от сборки. В этой сборке, допустим, есть RBM. Он у нас здесь с вами идет первым. Но сразу скажу, что он не обязателен. Можете ставить, может не ставить. Это по вашему желанию, нравится он вам или нет. Если вы RBM убираете, то, соответственно, вот эти вот 3 патча сразу же также улетают у нас с вами. Вот, допустим, RBM мы оставляем. Далее у нас обязательно в таком порядке, именно. То есть идет вот как раз таки броня 1, броня 2 и вот броня и все прочее с опенсорсами, связанное 3. Далее у нас с вами идут еще 3 дополнительных модов. В принципе, их расстановка, можно их чуть ниже, конечно, закинуть. Это не особо важно. Главное, чтобы между собой они стояли именно так. Дипломатия, Гэрисонс и Форбери. Дальше у нас, в принципе, с вами все идет плюс-минус от балды. То есть, да, вот по названиям этих ребят мы кидаем вместе, у которых похожее название. Но в остальном они могут быть спокойно вот так вот чуть ниже, чуть выше. Это все мелочь. Главное, самый конец. То есть, начиная от Banner Color Persistence до Anna Domini, должны все эти моды стоять именно в таком порядке. Это обязательно. И самое важное из них, конечно же, 3 самых последних. Custom Spawns, Европейская карта и сама по себе Anna Domini. Все это мероприятие расставили как нужно. Для тех, кто использует, как и я, Novus Launcher, я, конечно же, в комментах вам оставлю ссылку на скачивание вот этого вот пресета, чтобы вам ничего расставлять не пришлось. То есть, пресет просто-напросто вы закинете непосредственно в папочку. С Novus Launcher находится все это мероприятие. Вот здесь вот, Novus Launcher, пресеты и вот вагон пресетов. Просто-напросто сюда этот пресет вы закинете и все. Спокойно сможете его выбрать из кучи вот таких вот. И расстановочка у вас будет автоматически выставлена по пресету. Это довольно удобно. Ну и как бы и все. После этого вы можете начать игру. Если у вас будут еще какие-нибудь вопросы по данной сборочке, конечно же, обращайтесь в комментариях, либо же в Дискорд. Ну а у меня на этом все. С вами был Кит. И ты всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok